нигеро-конголезские языки значит еще в принципе одна гипотеза вот их так вот рисуют получается во всю африку а на самом деле никакой нет достоверной информации до сих пор что она существует вот был такой гринберг и он нарисовал кучу всяких семей в австралии там папуасов в африке и так далее но из тех пор это все расклёбывать множество ученых в эту муру не верят ну все-таки для меня это скорее способ классификации то есть понятно что условные сети большей части семьи и родство не доказано что касается африканских до индейских многих и папуасских и так далее но просто я это использую как последовательность которой излагать поскольку тут намереваю же энциклопедию всех языков сделать хоть сколько-нибудь значимых значит если эту семью все-таки выделять она получается 3 по количеству говорящих в мире и самый большой в африке то есть вот если карту посмотреть она все заполонил но надо сказать большей частью это банту и вот многочисленная критика ученых связано с тем что конечно есть семья банту она хорошо реконструируется там про банту язык вполне очевидно что эти языки походят но вот я сам в этой степени два языка банту знаю суахили и зулузский они конечно походят знать зулузский это помогает выучить суахили и наоборот вот к этому банту просто приделывают некоторые группы которые похожи на банту в основном грамматически родство вот как эндоевропейских допустим родство основной лексики про формы практически не доказано до сих пор вот проблема если докажут то это где-то 700 миллион человек то есть это вот большая часть африки из них 350 миллионов человек это банту и про банту я потом дойду и про них расскажу и родство банту хорошо доказано то есть половина где-то этого это банта все остальное значит другое если мы берем отдельные языки то самый крупный там йорба 22 миллиона человек потом идет игбом это языки в нигерии потом руанда есть такой конго в конго много языков но они достаточно крупные там по 7 по 6 миллионов языки вот они тоже все за узкий в узкие шесть половины где-то миллионов ничего так много нормально и задерживаться и есть форма литературная и так далее но дуалинга можно получить получить золоский есть кое-какие учебники в интернете тоже что касается суахили несмотря на большое количество говорящих на нем родной он где-то 2 миллионам человек они обучили на нем всю танзанию и кению значительно и малави там и так далее но вот все таки он меньше на двадцать седьмом месте суахили хотя один из самых известных языков африки то суахили с тем что он государственно является в ряде государств африки но я про него уже рассказывал есть уже клип про самый известный язык суахили я рассказывал в этой степени его учил с ним как раз все совершенно понятно предельно с этим суахили он полу искусственный как многие стандарты современные несмотря на то что спорят о самом его наличии естественно уже есть гипотезы откуда они пошли связывают возникновение с опять же с тем что сахара высохла из нее пошло давление разных народов вышли из сахары народы вот и вероятно вот где-то из судана где-то вот сюда не полагать что было про то нигер форма потому что там есть кардафанские языки которые вроде как нигер конга и вроде не нигер конга то есть существенно отличаются в районе кардафанских языков вероятно они первые отделились и поэтому там предполагают про родину ну также про родину и других местах хорошо установлено что была экспансия банту банту экспансия была где-то тысячный год до нашей эры но там она археологически и так далее выяснено фактически вот в процессе экспансии банту эти языки распространились почти на всю африку но и вообще если историю этих языков реконструировать как правило они все до распространялись то есть там был какой-то субстрат который сейчас почти не остался вот эти кайсанские языки и некоторые изоляты это остатки того чтобы за до экспансии племен банту и других племен из семьи нигер конга то есть явно где-то они были в одном месте до того и потом быстро распространились но когда я буду про банту я там буду еще про про родину банту и всякие эти экспансии тоже коснусь этого вопроса но в общем до них значительная часть африки это были языки похожие на бушменский кайсанский и так далее а сейчас вот эти все нигер конга они там почти все вытеснили в африке господство так или иначе что касается деления то выделяются атлантические конгские языки и хотел про атлантический отдельный клип потом вижу что нет материала поэтому атлантические тут же характеризую следующий будет волов атлантические это языки сенегала дальше эти атлантические входят в группу атлантик конга который тянет через весь континент от сенегала и там вот через конга до танзании внутри них тоже постоянно какие-то группы пытаются значит выделить ну и кардафанские языки до сих пор непонятно куда относятся то есть порядок гипотез они все-таки нигер конга порядок гипотез отдельный то есть кардафанские как бы отдельно но и ряд других групп отдельно основной признак считают именную систему су что у существительных много классов ну знаете по такому признаку можно и кавказские включить там тоже много классов то есть основной принцип довольно расплывчатый может быть в разных языках класс ну так вот если что включают значит вот атлантическая группа который я потом перейду это язык волов который в сенегале и фула это языки такие с литературной традиции достаточно развитые вот про них обязательно значит я буду их описывать потом идут языки вольт и такие как кругу гур сынув его кого языки вольта нигерской группы там гбе всякие такие мало нам известны потом бенуэ конга идет вот туда кстати банту относится к бенуэ конга но банту языков очень много этой же относятся крупнейшие языки нигерии такие как юруба и гбал и так далее это все группа вольта нигер вот туда ну в общем если там классификацию предлагают а такие атлантические потом вольта конга которая делится на северные вольта языки и южные вольта языки составе южных вольта языков различают вольта нигер языки вот куда юруба и бенуэ конга языки куда включают под крупы банту помимо всех перечисленных которые более-менее так сказать бесспорно к этой группе еще есть те которые условно включаются и спорят относятся они или нет вот сюда относятся манды которым их я уже говорил то что есть энциклопедия языки мира российской про манды языки хорошие подробные там российские исследователи работали поэтому про языки манды уже есть эта группа которая предположительно включается в нигер конга и спорят туда или не туда манды довольно распространены то языки мали там 70 миллионов еще есть менее распространенные небольшие группы такие как догон сиаму бангиме и все такое прочее кардафанские языки которые вообще постоянно спорят включают или нет но кардафанские вымирают там 100 тысяч носителей очень своеобразные и их я тоже конечно коснусь история классификации вся связана с тем что исследовали банту в 19 веке установили родство языков банту но она часто видно невооруженным глазом там они часто близки вот как тюркские языки тюркские тоже на огромной территории похожий да вот в африке это банту примерно тоже на огромной территории и весьма похожи связи с тем что хорошо изучили банту 19 веке начали замечать что грамматики других языков африканских походят поэтому с еще с 19 века идет эта гипотеза шел же расцвет сравнительного языка знания но группы выделяли разные потому что там нет не доказано родство корней вот в индоевропейских можно же показать что мама папа там почти во всех индоевропейских да примерно также а там нельзя поэтому спорили разные группы выделяли длительно была группа суданских языков выделялась но вот наконец джозеф гринберг который сочинил множество и других макросемей примерно в начале 50-х годов вот эту кончать на гипотезу нигерок-анголеских языков выдвинул с тех пор она пошла во все учебники во всей энциклопедии но до сих пор теория это не доказано вот авторитет гринберга этих вопросах распаривается он также хотел там общую семью австралийских и так далее это все сходно вот с тем что пытаются общей кавказскую какую-то семью тоже постулирует но до сих пор там никак ни одного даже и как и какого-то нормального набора слов не реконструировали в общикавказских по всей видимости общикавказского языка не было мы были вот конечно это самое войнахские языки конечно это отдельно группы там отдельная группа есть на кавказе который в чем-то похоже но общикавказского скорее всего не было ну и скорее всего не было этой нигера конга есть какие-то общие явления в этих языках их наличие не говорит о том что был когда-то единый язык но вот джозеф гринберг считал что есть единые языки и наконец 1963 год вышла книга языки африки где уже подробно все это было изложено и туда же записали кардафанский тогда дальше были с одной стороны поиски про языка то есть пытались и конструировать но не смогли после этого началась критика интенсивная критика идет как раз 2010 года этой теории то есть недавно под последние лет десять вот эти все концепты двадцатого века про все эти макросемьи активно критикуются потому что часто они делались от балды а у нас наоборот вот старости на больше пытался макросемьи построить видимо чтобы их тоже критиковали ну позняков 2019 год своих работах пишет что фактически эту семью установили не не так как вот индоевропейский когда какие-то общие явления находили между языками и устанавливали а и установили как расширение банту очевидно что банта классическим компаративным методом устанавливается родство но с другими языками которые в эту семью входят классический компаративный метод не позволяет установить про язык наличие сходства грамматики может быть каким-то другим причинам то есть короче он там и шутит по мотивам у рояло что как бы все нигерок-анголеские языки равны но языки банту ровнее ну то есть имеется ввиду что родство банту доказано растут этих всех остальных не только не доказано они все выделяются по принципу тут что-то походит на банту а мало ли что у нас это самый может походить на банту по каким-то причинам тем более языки соседние могут заимствовать какие-то явления есть работа бабаева что фактически нигерок-анголеская гипотеза не проверялась серьезно ее приняли на веру потому что вот всем нравилось разрисовать весь мир в разные группы на их вот индейские языки изучал там близкая ситуация на ну и вот и поэтому значит фактически нет реконструкции в то время как у нас допустим языки манды хорошо реконструированных родства понятно языки банту хорошо реконструировано вот родство между манды и банту мандеда правильное удаление родство между манды и банту как она не доказано компактивистки по каким причинам их во всех энциклопедиях продолжают писать нигерок-анголеские языки проводились компьютерные исследования которые какие-то подтверждают моменты какие-то отрицают в общем пока все вот так вот отдельные группы активно критикуются почему и включают те же кардафанские языки которые в общем-то по многим принципам не походит значит реконструкцию пытался сделать позняков то есть константин позняков хотя он критически относятся к гипотезе пытался все-таки прото язык реконструировать но он нашел часть форум допустим показатели классов которые общие реконструировал в принципе систему числительных кое-какие глагольные формы всего этого материала в целом недостаточно чтобы утверждать а про языке в то время как реконструкции про то банду неплохие ну и про там мандейского тоже на протоманда на этом фоне этой критики пытаются возродить некоторые старые теории такие как суданские языки центрально суданские восточно-суданские и все такое прочее то сейчас в общем это пересматривается и некоторые старые представления можем могут быть термины возникать нила сахарский там суданские и так далее вот в этом контексте но вот с нила сахарскими я тоже писал что довольно условно нила сахарский в каком контексте может возникать пытаются часть этих хотя бы группа включить в нее в нила сахарский языки то есть исключить их из нигерок анголеских потому что сложно с этой группой и в соседней группы перепихать пытаясь доказать родство уже там но все-таки какие общие выделяют признаки что примерно было понятно о чем-то собственно речь ну во первых открытые слоги них доминирует по всей африке они предпочитают говорить открытыми слогами причем базовая структура корня скорее всего было два открытых слов допустим что нибудь типа пока лама дупо и так далее вот это вот значит любимые слова у африканцев вот по вот этому значит механизму они уже конструируют все свои корни то есть достаточно простые на как нами воспринимать за да про простые корни то значит противопоставление там звонких и глухих согласных имеется ну и вот гласный распространен сингармонизм вот типичный сингармонизм а вот передние и задние вот они их теперь так рисует плюс атр минус атр ну в общем то примерно как в тюркских да и вы там и этот сингармонизм действительно очень распространен вот даже язык африхили они пытались его туда вставить потому что он у них действительно там в африке повсеместно вот в этой нигеро-конголесской группе условно выделяемый но я говорю что он есть в принципе в языках манды и во многих других я сейчас покажу конечно что есть он в нигеро-конголеских но вот это фонетическое явление которое может быть просто там распространилась а говорить о родстве на этом основании сложно корни должны быть восстановлены в нормальном количестве этого не сделано суть проблемы вот в чем что там для финно-угорских для тюркских для эндоевропейских установлена по тех по крайней мере набор там из нескольких сотен корней явно частотных которые доказывают что когда-то был единый язык для вот этой нигеро-конголесской семьи такого дела не наблюдается для банту и для манды хорошо но также общим признаком называют наличие носовых гласных практически во всех этих языках и перед не постоянное там их чередование то есть специальные законы которые управляют расстановкой классных носовых и не носовых практически во всех этих нигеро-конголеских языках есть тон что тоже вот может быть доказательством родства в то же время тон явлений в языках распространенные но есть и как бы есть ну что вот у нас почти во всех азиатских этих тоже есть допустим языки юго-восточной азии повсеместно тонну они к разным группам принадлежат это может просто какое-то явление которое распространилось какого-то центра по разным языкам вот о чем речь кроме того там разная структура тонов вот в принципе схемка то есть два тона вот допустим таких языках как догон лингала и так далее три тона во многих языках четыре тона бывает до пяти тонов тоже бывает что интересно в суахили нет тонов видимо поэтому он стал таким между между африканским никаких тонов учить не надо все просто язык ломать не надо поэтому суахили имеет и дальнейшие перспективы это самый простой из всех этих языков нигеро-конголеских у которого тем не менее грамматика типовая достаточно понятно всем носителям банду и этим тоже всем будет понятно которые вот эти нигеро-конголески потому что у них сходное явление хотя бы поэтому суахили и вообще имеет возможности стать панафриканским языком нигеро-конголеский доминирует в африке из всех картинок было понятно значит грамматические сходства система классов она значит похоже в какой-то степени на наш род мужской женский средний но там классов много в этом плане носители кавказских языков понимают о чем я говорю но в кавказских их где-то около пяти обычно классов а в этих банду их прям очень много больше десяти нигеро-конголеских больше десяти и в некоторых языках банду там прямо десятки классов и это там важнейшая категория но опять же носители кавказских понимают что класс мы ставим там везде да допустим мы ставим на глагол ставим на существительное и так далее вот класс объединяет полностью всю грамматику это тоже самое наблюдается в языках банта и в суахили тоже ну и это наблюдается также и в манде и в догоне и так далее но дело в том что там у всех эти системы классов довольно отличаются и вот на таком основании что много классов тоже трудно языки обвинять я говорю ну давайте тогда мы суахили с кавказскими объединим там тоже много классов кавказских но понятно что это условная такая но вот просто вот из этих наблюдений что у всех языков есть классы эти у всех языков есть тона но они разные разные то на там разные классно тут решили что возможно они родственные потому что хотели побольше сделать семей установили некоторые формы глагола которые распространены вот по всей вот этой африке ну по крайней мере в языках конго и в атлантических некоторые суффиксы глагола тоже там одинаково по поводу порядка слов считается что наиболее распространенный порядок слов объект субъект глагол объект то есть допустим я мою раму то есть начало субъект потом глагол там объект но это не как бы не норма то есть в отдельных там языках все может быть совсем по-другому еще сходное явление что когда они формируют группу имени то сначала идет имя потом все что к нему относится то есть допустим сначала идет существительное потом прилагательные все эти все причислительные все указательные местоимения все другие существительные которые от него зависят то есть сначала горят самое главное потом все 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 что от него зависит вот эта типичная структура опять же по всей этой нигерок анголесской группе но вот возможно она просто популярна в африке то есть вот допустим они говорят машина белая моя четыре штуки ездит по дороге примерно такой порядок там будет ну и некоторые другие называют еще более зыбчатые основания в этом синтаксисе некоторые исходное явление находят и так далее ну вот краткая характеристика это гипотезы но на этом фоне получается хочешь верь хочешь не верь но это со многими плохо проверенными говорю с астралийскими похожая ситуация там со многими индейскими с кавказскими из нам знакомого тоже в общем просто это парадигма когда-то было что попытались доказать родство всех языков что все языки в какой-то семье и даже пытались и родство больших групп и в разе доказать но честно говоря так ничего не доказали хотя кое-какие реконструкции сделали такие достаточно громкие я говорю вот это я пример же приводил про синокавказскую гипотезу пытались доказать родство чеченского языка и китайского и много там по написали томов по этому поводу но в общем так конечно не доказали и совершенно в общем понятно что на одной стороне евразии китайцы на другой чеченцы и какое же тут родство но что-то похожее вытворяют и над бедными черными которые у которых языки большей части вымирают и вмешаться в этот процесс они не могут как их там ученые западные определяют